Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». В эфире Дарина Игнатьева. Сегодня у нас в гостях управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Галина Николаева. Здравствуйте, Галина Григорьевна. Ни для кого не секрет, что в сложные экономические времена владельцы предприятий стараются сократить свои расходы. И во многом за счет выплаты серых зарплат. Чем они грозят работникам? Работникам это угроза. Это серьезная, потому что здесь будут нарушаться трудовые обязанности. Нужно сказать о том, что вопросы защиты работающих сегодня находятся на контроле правительства Российской Федерации. Работают по этим вопросам, организуют контроль за этой ситуацией и Межведомственная комиссия по социально-трудовым вопросам во всех регионах страны. Но чем грозит это, получается, сегодня работнику? Работник – это, конечно же, угроза, во-первых, поиска работы, переобучения. И поиск работы, получается, заканчивается тем, что вместо трудовых отношений некоторые работодатели предлагают договора подряда. То есть договора гражданского правового характера. Этот договор, конечно же, позволяет работнику выполнить работу, получить за нее какое-то определенное вознаграждение. Вместе с тем здесь нет никаких социальных гарантий. Нет отчислений на будущую пенсию. Нет сегодня гарантий получения социальных выплат. Если есть случаи временной нетрудоспособности работника, или же часто это бывает, бывают несчастные случаи на производстве. Но я могу сказать о том, что иногда не совсем идут работодатели на сокращение рабочих мест. Иногда имеет место еще выплата заработной платы своим сотрудникам на уровне минимального размера оплаты труда. И даже ниже. Мы по таким фактам тоже работаем, мы выявляем такие факты. И просим комиссии обратить на это внимание. Почему? Потому что заработная плата ниже, минимальная размера оплаты труда не должна производиться. Вот в случае, если человек попал в такую ситуацию, куда ему обращаться? Если возникла такая ситуация, возможно, каждому работнику обратиться непосредственно в государственную инспекцию по трудовым вопросам. Государственную инспекцию труда Чувашской Республики. Но у нас тоже в фонде социального страхования есть горячая линия, на которую могут любой работающий, любой гражданин может позвонить и сообщить о фактах выплаты серой зарплаты. Это телефон 3861. И там можно оставить о себе сообщение, можно анонимно. Но если будет такой сигнал, то органы проверяют. Мы тоже участвуем в этой проверке фактов и стараемся помочь. На что идут отчисления, которые производят законопослушные работодатели в страховой фонд? Дарина, мы будем думать таким образом, что у нас большинство работодателей, они законопослушные и очень ответственные. По нашей республике я могу сказать, что в прошлом году расходы на обязательное социальное страхование по времени и трудоспособности своими доходами в республике наши организации и учреждения обеспечили практически на 88%. По страхованию от несчастных случаев на производстве это 86%. Эти цифры говорят сами за себя. Большинство наших работодателей платят вовремя все страховые износы. Естественно, эти средства нам позволяют решать вопросы по выплатам пособий, которые возникают в период времени трудоспособности, в период отпуска по уходу за ребенком, а также на выплаты в связи с несчастными случаями на производстве или на обеспечение в связи с профзаболеваниями. Поэтому нужно сказать о том, что страхователь сегодня тоже руководствуется законами. Все-таки в большинстве случаев они также стараются и повысить заработную плату, естественно, стимулировать хорошо работающих граждан. Но вместе с тем в 2014 году нами в ходе проверок было выявлено 35 страхователей, работодателей, которые оформляли со своими работниками вместо трудовых договоров договора подряда. И тем самым, конечно же, уходили от обязательных платежей во внебюджетный фонд социального страхования. Эти работники, конечно же, эта категория работников, конечно же, лишалась права на социальные гарантии в этом случае. А какие меры все-таки применяются вашим фондам к несчастным работодателям? Во-первых, если факты такие выявляются, составляются соответствующие акты. И мы просим наших страхователей в случае выявления таких фактов добровольно возместить все эти расходы и рекомендуем с работниками оформлять трудовые отношения. В этом направлении мы работаем не только в фонд социального страхования, работают все разные организации вместе, есть межведомственное взаимодействие. В основном эту работу, конечно же, проводят в защиту интересов Государственная инспекция по труду Чувашской Республики. Эти вопросы находятся на контроле Межведомственной комиссии по социально-трудовым вопросам. В части выплат работников, если они идут через договора гражданского правового характера, конечно же, этой информацией в полной мере обладает фонд социального страхования. В каждый отчетный период, когда мы выявляем такие факты в ходе камеральной проверки, выявленные факты, они все обсуждаются на наших комиссиях. Если страхователь не согласен с нашими выводами, то, естественно, этот вопрос уже рассматривается в судебном порядке. Но и после заседания судебных органов, в соответствии с решением судов, работодатель принимает, соответственно, меры для того, чтобы принято решение исполнять и возмещать, он называется, ту сумму, которая не выплачена. Но в части того, чтобы защитить работников, конечно же, хотелось бы, чтобы в законодательстве были предусмотрены меры, которые уже по фактам выявленным защитили бы этих работников, и было бы замечательно, если бы работодатель с этими работниками, знаем, поскольку они работают целый рабочий день, работают не один день, работают годами, оформили бы трудовые отношения. Вот это было бы конкретное уже результат решенного вопроса и в защиту работающего гражданина. А вот непосредственно за прошлый год какие итоги деятельности организации? Я могу сказать о том, что каждый случай, он действительно называется, рассматривается очень внимательно. Многие понимают уже работодатели в ходе рассмотрения вопросов, где была совершена какая ошибка. И мы надеемся на то, что они больше, эти ошибки совершаться не будут, а будут оформлены самые настоящие трудовые договора, потому что любой труд в нашей стране должен оплачиваться. Трудовая деятельность должна оформляться трудовыми отношениями, то есть договорами трудовыми. И, конечно же, люди должны получать социальные гарантии. Это и последующее пенсионное обеспечение. Это вопросы, конечно же, качества жизни, содержания семьи, себя и так далее. Поэтому должна быть уверенность, как говорят у нас в завтрашнем дне у наших работающих. Поэтому в прошлом году мы в 10 муниципалитетах при проверке обнаружили такие факты. Есть у нас страхователи, которые работают в различных сферах деятельности. Мы встречаем часто такие факты в строительной сфере, в сфере обслуживания имеют такие места. Есть еще в последнее время, мы выявляем такие факты, выплаты так называемой серой зарплаты в частной аптечной системе. Трудовой кодекс позволяет привлекать к ответственности нарушителей, работодателей, к уголовной, материальной и административной ответственности. Все меры ответственности в законе предусмотрены. Но чаще, наверное, все-таки административная ответственность. Ну, конечно, в зависимости от содеянного. Спасибо большое за интересную беседу. Благодарю вас. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» была управляющая региональным отделением Фонда социального страхования Галина Николаева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова